Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики и подписчики нашего канала. С вами снова я, Евгений Осевков, ваш надежный налоговый консультант. Сегодня поговорим о грядущих изменениях в области имущественных налогов, которые коснутся владельцев домов, квартир, гаражей и, самое интересное, земельных участков. Для начала главная новость. Ставки имущественных налогов вырастут, но изменения затронут не всех собственников. Особое внимание стоит уделить дорогостоящим объектам недвижимости и земли. Начнем с недвижимости и сделок с недвижимостью. Водельцам особняков, коттеджей и иных объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, придется платить налог по повышенной ставке. Региональные власти смогут устанавливать ставку по 2,5% вместо нынешних 2%. Это касается как организаций, так и финансово состоятельных, получается, граждан. Далее поговорим о покупателях. Покупателям с 2025 года при покупке недвижимости, возможно, придется платить процент от суммы сделок, а не фиксированных в госпошлину. Сейчас это 2000 рублей для физических лиц и 22 тысячи рублей для компаний. Новые правила затронуты объекты стоимости от 20 миллионов рублей. Физическим лицам придется заплатить 0,1% от цены сделки, но не менее 0,1% кадастровой стоимости объекта и не больше 500 тысяч рублей. Для организации ставка будет выше 0,3% от стоимости сделки, но не менее 0,3% кадастровой стоимости и не более 1 миллиона рублей. Далее подойдем к продавцам. Станет бессмысленно занижать в договоре стоимость актива. Регионы смогут увеличивать понижающий коэффициент до 1, что фактически приравняет налоговую базу к кадастровой стоимости. Продажи недвижимости, находящейся в собственности менее минимального срока владения, это 3 или 5 лет, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Доход от 2,4 млн рублей будет облагаться по ставке 13%, а свыше 15%. И самое интересное – это земельные участки. С 2025 года участки земли, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн рублей, планируют облагать налогом по ставке 0,3%. Местные власти будут утверждать ставки и льготы, которые могут зависеть от вида назначения земли. Налоговая база по земельному налогу, кадастровая стоимость участка. Регионам придется утверждать кадастровую стоимость земли на 1 января 2025 года и определить порядок представлений льгот. Вот такие изменения нас ждут. Как всегда, ссылка на нормативные документы под этим видео. Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал «Налоговые балалайки», Регионам переносит сталчитан! Горvu, производитель льгот, отпустят несколько терм Đо Pay,